Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня у нас не совсем обычное видео. Это скорее всего даже реакции на то, как некоторые маленькие каналы ведут свою деятельность. В частности, совсем недавно, две недели назад, на канале Марьина Дача вышел ролик, в котором была упомянута Ольга 1972 года. В самом ролике автор с положительной точки зрения оценивает ее труд, ее занятия, ее хобби. Она и сеет, у нее и сад, и огород, и строит она перголы, и просто на все руки мастера. Она большая-большая молодец. Вся наша семья, в принципе, она частенько просматривает ее видео, потому что там очень интересные сюжеты, и вообще как человек, у нее замечательный голос, она умеет расположить своего зрителя, и у нее очень много просмотров. А совсем недавно мне захотелось зайти на этот канал и посмотреть, а что же у нас творится в комментариях. А в комментариях у нас творится, что попало. Оказывается, у нашего автора вообще другая позиция. Если мы в видео говорили, какая Ольга хорошая, а под видео мы пишем, какая она и лгунья, и то, что она только занимается заработком на своем канале, ну как же она не будет зарабатывать, если у нее такие просмотры, если ее смотрят. Также там было сказано, что она не уважает своих подписчиков, своих гостей. Она у нас не отвечает на комментарии. Ну, я, например, считаю, что мы не всегда можем просто успеть чисто физически ответить на эти комментарии. Потому что у кого-то, например, 20 комментариев, у кого-то 120. Это же совершенно разные вещи. У кого-то ролики по 5 минут, у кого-то по 20. А если у Ольги по часу, то нужно это снять. У нее замечательные ролики. Они красочные, они просто как будто это снимал какой-то профессионал, оператор. Это нужно отснять, это нужно выложить. Выкладываются на YouTube ролики очень долго. Наверное, 20-минутный ролик у меня выкладывается по 2 часа. Может, у кого-то какой-то скоростной интернет, либо какой-то современный компьютер, и вы можете как-то побыстрее это выложить. Но занимает это и отнимает очень много времени. Поэтому давайте будем все-таки немножко снисходительны друг к другу. И те, кто ведут каналы, и те, кто, наверное, смотрит все-таки. Кроме того, там было сказано о том, что кто-то высказался, что зачем она вообще занимается мужской работой. Мне неприятно это смотреть. Я так считаю. Но если вам неприятно смотреть, есть красненькая кнопочка с черненьким крестиком. Нажимаете, выключаете, не смотрите. Ведь никто никого не заставляет. Тут никто никого не принуждает смотреть те или иные ролики. Ну, правда. Хотите, смотрите, хотите, нет. Нравится, я смотрю. Не нравится, я не смотрю. Вот и все. Все очень просто, на самом деле. Не нужно выливать какую-то грязь постоянно. Как Галина Андреева. У нее есть канал на YouTube. Она, у нее там и сад, и огород, и отдых, и чего только нет. Тоже замечательный просто канал. У нее был ролик выпущен о том, что хейтеры ее просто достали, пишут гадости просто один за одним. Пишут гадости. И она правильно сказала. Зачем вы пишете гадости? Зачем вы это делаете? Не смотрите и все. Не нравится, не смотрите. Ведь нельзя угодить каждому. Нельзя подстроиться под каждого. Мы все разные. У нас у каждого разная тематика канала. У кого-то вообще все подряд, как у Ольги. Она и садит, и строит, и занимается очень многими работами. Она просто молодец. И вот давайте посмотрим комментарии. Вот он мой комментарий. Здравствуйте, Марина. Красота у вас и правда. Ольга молодец. Развела свой канал с нуля. Умничка и строит, и садит. У нас такой же опрытескиватель. Томаты супер. До того, как я не почитал, что пишут здесь вообще под видео, у меня было вообще вот такое мнение о данном ролике. Но вот тут пошло и поехало, как говорится. Вот согласны с автором канала, что неприятно им смотреть, как женщина пашет, делает всю мужскую работу. Ну вот откуда вы это все знаете вообще, что дела никому нет. На этой даче отдыхать никто не едет. Это вообще реклама у нее на канале. Она за это деньги берет. Подписчикам на комментарии не отвечает. Вот это все наглая ложь просто. Ольга, она просматривает, я так думаю, комментарии. Но просто она не отмечает их лайком. Но это уж не так уж, не столь важно. Но когда ей задают вопросы, она на них отвечает. Лгунья она продуманная, и все ей верят. Это вы вообще с чего взяли, интересно. И пошло дальше. Наконец нашлись те люди, которые встали на защиту Ольги. Они пишут, что смотрят ее с удовольствием, защищают ее различными способами. Молодцы. И вот пошло, поехало опять у нас обвинение. А в конце концов вообще сделали вывод, до чего же глупый народ. То есть мы, все те тысячи человек, которые мы смотрим Ольгу, мы вообще глупые до безобразия просто. Разве это так? Вот я вообще думаю, это совершенно наоборот. И при том, что вы же используете вот имя Ольги, вы добавляете его в свой контент. Соответственно, этот контент больше просматривают. И чем вы платите взамен просто вообще? Люди нам иногда открывают совершенно другой стороны. Мы вот видели одного человека, а он потом раз и нам показывает свою сущность, как говорится. Вот никогда никому не завидовалось. Злобы в моем видео нет. Так зачем же тогда вы под видео в комментариях плещете просто этой злобой во все разные стороны? Я не понимаю, зачем, для чего такой негатив? Это уже какое-то двуличие тогда пошло. Что мы в видео говорим, какая хорошая, а под видео мы тут совсем другого мнения. Поэтому, конечно, хорошо, что у Ольги есть те люди, которые действительно за нее заступаются и пишут правду. То, что под видео некоторые комментарии стали теперь вообще отключены. А до этого она всегда отвечала, когда ее спрашивали о чем-то. И, конечно, те люди, которые успешны, они все-таки вызывают в запись. Это все у нас очень банально на самом деле. Также там было сказано то, что зачем вообще муж ей позволяет это делать? А у нее, значит, замечательный вообще муж, если он позволяет ей делать то, что ей нравится. Что он позволяет ей заниматься вот тем делом, которого она получает кайф. Если человек талантлив, вот именно в этом деле нужно делать, заниматься тем делом, который у тебя получается. Что у тебя получается хорошо, тем и нужно заниматься. У нас, так как мы живем в сельской местности, у нас это сложно это сделать вообще на самом деле. Потому что работы не так много и поменять работу сложно. Многие люди вообще занимаются той работой и работают на той работе, которая не доставляет им удовольствия. Это вообще каторжный труд, я вам считаю. Это вообще просто ужас. А в городе, конечно, ситуация получше. И то, что Ольга занимается вот той работой, которая ей доставляет радость, это хорошо. Да и вообще, как бы личная жизнь, это вообще личная жизнь. Она на то и личная жизнь. И это дело каждого. Не нужно указывать никому, как работать, как жить, чем жить. Давайте будем все-таки немножко, еще раз повторюсь, нисходительнее, добрее. Доброта, она творит чудеса. А злоба, она до добра не доводит. Поэтому будем добрее, будем честнее. И тогда у нас все будет хорошо. Я так считаю. Но если мы заговорили о честности, то мне стало немножко обидно на самом деле. То, что, например, вот данным роликом Мария на даче наберет хорошие часы просмотров. До этого она набирала такие же часы просмотров тем, что она всячески поливала грязью точно так же маму-отличника. Что она такая-сякая, всяко-разно там я не буду уподобляться. То есть, а теперь она перешла на Ольгу 72-го года. И теперь у нас Ольга 72-го года. Какая она плохая. Наберет хорошие часы. А мои ролики, которые я... В каждом из них я пытаюсь какую-то полезную информацию изложить. Пытаюсь сделать это доступно. В большинстве случаев очень даже кратко. Делюсь своими секретами. Эти ролики, они пускай, ну, пускай не набирают какие-то прям большие просмотры. Но все-таки в них есть полезное зерно. И они наберут мало. И то есть, моя деятельность, наверное, за полгода, она вообще не окупится. Она будет равна деятельности Мариной Дачи за одно видео. Вот такие дела. Это вообще, конечно, немножко меня просто шокировало на самом деле. Когда ты делаешь очень большую работу, она... Вот она не окупается. А кто-то делает просто... Занимается хейтерством. Занимается поливанием грязью. Занимается тем, что просто выставляет ложь за правду. Вот оказывается, это приносит гораздо большие просмотры. Гораздо большие часы. Вот такие вот дела у нас на самом деле. Ну, не будем вообще расстраиваться. Будем вообще всегда на позитиве. Будем радоваться жизни. Жизнь у нас прекрасна. Давайте будем добрее. Будем честнее. Будем просто снисходительны друг к другу. Будем идти на компромиссы. Будем делиться радостными моментами своей жизни. Будем счастливы. Всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. Пока-пока. До новых встреч. И в конце я все-таки хочу немножко такие какие-то кадры сделать. Немножко не стало. Немножко весело. Сделаем. Немножко поделюсь с вами хорошими эмоциями. И хорошей картинкой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok